Здравствуйте! Вас приветствует мастерская JET. Сегодня мы вас познакомим с шлифовально-полировальным станком GSSG-10. Давайте откроем коробку и посмотрим комплектность станка. В комплект входит непосредственно шлифовально-полировальный станок, камень зернистостью 220 грит. Полировальная паста, кондуктор для выставления углов, брусок абразивный для заправки основного камня, приспособление для заточки прямых ножей, направляющие для крепления приспособ, угломер, электронная версия инструкции и ванночка для воды. Этот небольшой, но очень нужный аппарат при правильном использовании станет вашим незаменимым помощником. Нелюбимая многими операция заточка и доводка режущего инструмента станет намного легче. Станок комплектуется заточным камнем зернистостью 220 грит диаметром 250 мм при ширине 50 мм и полировальным кожным кругом диаметром 230 мм шириной 30 мм. Обороты станка плавно меняются от 90 до 150 оборотов в минуту. Станок укомплектован кронштейном, направляющим для работы с использованием дополнительных приспособлений, большой ассортимент которых представлен под маркой JET и поставляется штатно или за дополнительную плату. Станок унифицирован по дополнительным приспособлениям со станками других марок, что значительно расширяет спектр выполняемых задач. Давайте подготовим GSSG-10 к работе. Зальем воду в ванну. Процесс последовательный. Камень выпивает порядка полутора литров воды. После того, как камень пропитался, нужно дать минут 10-15 поработать на холостом ходу. Это нужно для того, чтобы вполне раскрылись абразивные свойства камня. Немаловажно, перед первым включением станка нужно произвести преобразование рабочей поверхности шлифовального круга при помощи бруска, входящего в комплект. Дело в том, что при выпекании шлифовального круга рабочие кристаллы у него закрыты. И для того, чтобы их открыть, нужно произвести данную операцию. Непроведение данной операции значительно уменьшает эффективность заточки. Более радикальную чистку и правку геометрии камня можно провести при помощи алмазного приспособления. Поскольку камень два раза в одно и то же место не поставишь, то при любой замене камня операцию чистки приходится повторять замок. Предупредить проскальзывание вала двигателя по фрикционному обрезиненному валу можно при помощи рукоятки, которая находится на лицевой панели станка. Теперь мы с уверенностью можем сказать, что станок полностью подготовлен к работе. Давайте заточим стамеску, входящую в комплект станка, приспособлением для заточки прямых ножей. Для сохранения угла заточки стамески можно воспользоваться угломером, входящим в комплект, и кондуктором для выставления угла уже на камне. Угломером мы измеряем угол заточки стамески, определяем его. Вот в нашем случае он равен 29 градусов. На угловом калибре выставляем требуемый нам угол, 29 градусов, как мы определили, и проверяем на установленной стамеске, попали ли мы в угол. По зазору видно, что угол мы не поймали. Или нам нужно отодвинуть стамеску. Это удобно делать при помощи регулируемой гайки на направляющей. И методом последовательных приближений мы выполняем эту операцию. Ну вот угол у нас выставлен теперь достаточно точно. Ну вот видите, как удобно. То есть мы можем контролировать процесс заточки, образование фаски. И ничего у нас абсолютно не сбивается. Заточку режущего инструмента можно производить как от режущей кромки, так и на режущую кромку. Это в зависимости от видов работ, ну и просто кому как нравится. Мне, например, нравится затачивать от режущей кромки, потому что вот образование вот этого заусенца, которое происходит у нас сейчас на режущей кромке, это как раз в тече того, что инструмент у нас практически уже доведен. Образовался заусенец, теперь проконтролируем его отсюда. Но вот видите, фасочка у нас идеально ровная, заусенец есть. Теперь давайте перейдем к полировке на кожаном круге. Для этого нам немножечко нужно переоснастить станок. Переоснастка заключается в том, что мы просто поворачиваем на управляющую. Регулировки у нас не собьются, то есть угол останется сохранным, выставленный угол, выставленный нами. То есть полировка у нас идет при вращении кожаного круга от режущей кромки. Понятно, что при вращении на режущую кромку у нас просто произойдет вгрызание стамески в инструмент. Наносим полировальную пасту на кожаный круг равномерно. Ну, где-то вот такого количества, я думаю, будет достаточно. И приступаем к полировке. Процесс неспешный. Очень сильным инструмент давить не надо. При использовании такой приспособы при вставлении угла мы можем даже осуществлять какие-то промежуточные контроли нашей полировки. Ну, вот процесс заточки и доводки стамески закончен. Давайте ее проверим в работе, каких мы результатов достигли. Инструмент готов к работе. Многие хитрости при работе со станком GSSG-10 мы уже озвучились в процессе подготовки станка к работе и непосредственно в работе. Основная фишка мокрого точила в том, что невозможно пережечь режущую кромку, а также деликатное снятие материала. Это позволяет значительно продлить жизнь дорогого во всех смыслах инструмента. Обычно при токарке затупление резца происходит не столько из-за абразивности материала, а сколько из-за отпуска режущей кромки. Отпуск режущей кромки происходит из-за высоких скоростей и повышенной температуры в области резаной. Так что затачивать и править резцы приходится довольно-таки часто. И этот аппарат значительно облегчит и упростит вам жизнь. Отдельный видеоролик мы планируем снять о приспособлениях к станку GSSG-10. Удачной вам работы, хороших заказчиков и до новых встреч. И да будет ваш инструмент бритвенно-острым всегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова